Почти каждое утро эти люди проезжают мимо своих квартир. Некоторые даже останавливаются и смотрят на свое жилье через забор. Но когда в дом начнут заселяться первые жильцы, неизвестно. Сегодня они вновь собрались с плакатами возле забора. На территорию их не пускают. Этот митинг проходит уже не в первый раз, но эффекта от этого по-прежнему нет. Недовольство жильцов понятно. Дом этот был заложен еще в 2010 году. Срок сдачи по договорам изначально стоял в 2014, а потом поменялся на 2015 год. Дом до сих пор не достроен. На информационной табличке сказано количество квартир 241. Начало четвертый квартал 2011 года. Окончание переносили несколько раз. Сейчас здесь написано третий квартал 2016 года, а под табличкой и вовсе скрывается пятнадцатый. Некоторые до сих пор выплачивают кредиты за квартиры, а кто-то внес в сумму покупки и материнский капитал. Но жить им теперь негде. Мы все здесь обманутые дольщики. Мы официально состоим в реестре обманутых дольщиков. То есть нас кто-то обманул. А кто нас обманул? Это должно показать уголовное дело. А уголовного дела нет и не будет. Здесь также присутствовал и один из подрядчиков. Он тоже купил квартиру в этом доме. Так что застройщик должен ему не только жилплощадь, но и деньги за работу. Сам застройщик, компания-лидер, взяли кредит на строительство и банку его не вернули. Сейчас фирма стоит на грани банкротства. Дольщики обращались в несколько инстанций, но ответы всегда похожие. На последнем совещании в Минстрое Рязанской области с участием инициативной группы застройщик сообщил об отказе от ранее принятого решения по реализации нового имущества на финансирование проекта в связи с большим объемом судебных решений. По этим ответам можно сказать, что застройщик отказывается от своих обязательств и оставляет дом в том состоянии, в котором он есть сейчас. А дольщикам предлагают вот что. То есть сейчас будет банкротство, непроданные квартиры отойдут банку, ну мы, соответственно, получим наши квартиры и будем в рамках своих долей достраивать этот дом. То есть мало того, что мы уже деньги отдали по стоимости большой, здесь квартиры стоили дорого, особенно в конце, и мы теперь еще должны за свои деньги это все достраивать. Сама площадка не была огорожена должным образом. Еще недавно по ней бродили подростки, а некоторые окна в доме и вовсе разбиты. Люди не знают, как им быть и что делать. Они писали и обращались во многие инстанции, но никакой должной помощи не получали. Мы уже устали обивать пороги всех инстанций, везде нас посылают, поэтому последняя наша надежда, вот мы сейчас обращаемся к исполняющему обязанности губернатора, к Николаю Любимову. Может быть он нам сможет помочь. Мы будем ему благодарны, он должен нам помочь. Пожалуйста, услышьте нас, власть придержащие люди, помогите нам. Просто стыдно, стыдно, когда в городе, в центре города стоит почти достроенный объект на 90%, как нам говорят и как мы сами знаем, и не могут решить нашу проблему.